Исекай. Ох, сколько я их уже сделал на свой канал и продолжаю с каждым новым роликом выпускать эти замечательные истории про перерождение сильных героев, слабых героев, героев на пенсии, героев, которые не хотят быть героями. В общем, всем привет, дорогие друзья, и да, мне нравится поедать другие миры, однако, рано или поздно очередная просмотренная анимешка Исекай может вызвать не то что радость, а напротив, злость и обиду от зря потраченного в пустую времени, ведь весь сюжет, например, был просто огромной кучей скукотищи, а персонажи, вместо того, чтобы привлекать зрителя, наоборот, отталкивали от просмотра. Но об этом позже, начинать видео с негатива некрасиво, и давайте лучше сначала познакомимся с произведением под названием «Невообразимые приключения перерожденного дворянина, где герой попал в другую реальность». Но перед тем, как мы взглянем на сюжет, я хочу попросить вас сделать для меня уже по традиции несколько одолжений. Поставить лайк этому видосу и подписаться на канал, заглянуть ко мне в телеграм и посмотреть на мой первый бусте, где каждую неделю будут появляться новые бесплатные ролики, ведь, как я часто повторяюсь, тебе просто мне приятно. Приготовься и погнали! Жизнь парней в аниме, конечно, крайне опасна. Казалось бы, вот вышел наш главный герой в магазин за продуктами. Ничего не предвещало беды, а тут опа, и грабитель на девушек напал. И, естественно, выступив в роли защитника, мимо проходящий парень-школьник резко кидается на врага, а потом быстро погибает. А затем происходит великое перерождение прямиком в тело юного мальчика. Отныне героя зовут Кайн, и он принадлежит к богатому аристократическому роду фон Силфард. А еще у него есть милая старшая сестра и два родителя, папа и мама. В общем, полноценное крупное семейство при деньгах. И лучше даже не сравнивать новую жизнь Кайна с его прошлым существованием, так как раньше у него и семьи-то не было. Все очень рано ушли на тот свет, а здесь его моментально окружили заботой и любовью. Плюс, благодаря семейному положению, отец Кайна собрался отправить сына на благословение. Через это проходит большая часть богатых детей, и обычно благословения дают лишь хорошее начало для изучения каких-то определенных навыков. Но, в случае главного героя, все обретет иной сценарий, когда Кайн с семьей пришел в церковь и стал молиться местным богам, и его астральное тело перенеслось в высший мир напрямую к божествам, которые захотели извиниться перед парнишкой. Ни богиня перерождения, ни другие боги не были готовы к его столь ранней смерти рядом с супермаркетом. Они не ожидали, что мальчик без оружия побежит спасать двух незнакомок. Так еще и проблема в том, что если бы Кайн не пошел бы никого спасать, то преступник бы сам споткнулся и попал в руки полиции. Короче, Кайн умер зря, а потому боги в качестве извинений даруют ему все свои силы, чтобы в новом мире он почувствовал себя максимально комфортно. Однако, вернувшись в реальность, мальчик обнаружил какие-то в принципе нечеловеческие навыки в своих характеристиках, а случайно показав их семье, отец попросил сына не показывать его статистику случайным людям. Ведь тогда за Кайном могут начать слежку, а после посадить до цепи проводить эксперименты. Или, проще говоря, главному герою нужно скрывать свою настоящую силу. Впрочем, вряд ли у Кайна это получится, поскольку в фэнтези мире никогда не можешь быть ко всему готов. Тем более, если учитывать желание героя, а именно стать авантюристом. Потрясающая профессия для тех, кто хочет высвободить всю внутреннюю энергию. Правда, Кайну следует воспользоваться своей силой правильно. И для этого ему пригласили двух учителей на три года обучения. Милли и Нина. Обе подруги знатно удивились, когда в период уроков они увидели истинную мощь ГГ. Его способности для полноценного взрослого человека поражают, а тут все в теле мальчишки. И как можно догадаться, за те три года, которые компания провела вместе, учителя не особо-то и обучали Кайна. Скорее, он просто ходил, бродил по миру и убивал монстров, повышая за каждого врага уровни прокачки, давно пробившие потолок нормального человека. Хотя, в любом случае, подарки учителям за приятно проведенное время он вручил и не оставил девушек без доброго окончания приключения. А теперь, значительно повзрослев Кайну, пора перейти к следующему взрослому шагу. Знакомство со столицей королевства и скорому походу в школу через два года. Вся подготовка будет происходить в главном городе, и перед тем, как туда добраться, по дороге Гага чутьем магического обнаружения нашел вдалеке группу монстров, бьющихся с людьми. Которые остались в меньшинстве, и позабыв о цели спокойно доехать до столицы, Кайн на воздушной подушке прилетел к месту сражения и защитил людей. Хоть они всех, кто-то уже погиб, а воскрешать парень еще не умеет. Благо, важнейшая охраняемая последними силами карета пострадать не успела. А в ней Кайн обнаружил джекпот из двух девочек королевской крови по имени Силк и Телестия, и мало того, они мигом влюбились в их защитника. Причем серьезно, они не отлипают от него ни на миг и сопровождают его где только возможно. И разумеется, этого внимания не мог не заметить король, который вскоре пригласил Кайна на торжество, где наградил недавнего пробившего десяток лет мальчика титулом барона, а также выдал спасителю девочек личное поместье. Ну и бонус предложил по достижению совершеннолетия взять Джона или Силк, или Телестию, и отказаться шанса у Гаган не было. Выбора ему не дают. Тем не менее, до поры взрослых дней совместной жизни еще ждать долго. И Кайн пока может заняться делами приземленными, например, порадовать богов и местных жителей идеей создать веселую игру на компанию на двух человек, сделанной по памяти из прошлой жизни, отправленной на производство кошачьей семье, заранее подготовленными инвестициями золотых монет. А также устроить знатный пир в честь открытия своего нового поместья в столице с гигантским драконом на входе, и повстречаться с другими детьми из богатых семей, с которыми первое знакомство вышло не совсем добрым, что ли, потому что все парни возраста Гагая всегда и сразу относятся к нему с негативом. Видно, завидует его вниманию со стороны девочек. Вдобавок же, Кайну пришлось разобраться и с неудобными взрослыми. Есть еще человек, относящийся к личности молодого барона, крайне негативно. И вот, а с помощью связи с королем главный герой тоже приструнил. Собственно, покончив с праздниками и пиршествами, пора вернуться к рабочей неделе. На очереди продажи королевским рыцарям большой партии убитых древних лесных монстров. Кай накопил в Кубе Бесконечности приличное число монстров, но, к сожалению, выплатить деньги за добычу парню на месте не смогут. Все будет долго рассчитываться, и когда-то потом деньги поступят герою на счет. А сейчас, похоже, чтобы не скучать, Кайну снизошла сама глава королевского рыцарского ордена, Эльфийка Тифана. С ней поговорить особо не удалось. То есть девушка почти без предупреждения вызвала, по слухам, сильнейшего человека на дуэль. И по мере нарастающей скорости на секунду показалось, что Тифана держится наравне. Хотя через миг рядом с ней уже держался деревянный меч мальчика. Победа достается Кайну, и на этом можно было бы закончить. Но Тифана не захотела отпускать опытного фехтовальщика, и дабы удержать его рядом, предложила ему свою кандидатуру в жены. Главным же ее преимуществом является продолжительность жизни, и когда Кайн вырастет, то во внешности Тифаны ничего не поменяется, а самый удобный вариант. Но что поделать с дочками королевской семьи, и вообще, что делать с самим Гага, ведь его аура крутости настолько сильно охватила столицу, что король с преданными лицами действительно задумались о происхождении Кайна, и для уверенности парню собираются провести тест. Из библиотеки королевства была изъята книга первого короля Юи Хиросавы. Это произведение написано на секретном языке, и когда книгу вручили Кайну, то все встало на свои места. Язык текста в книге оказался японским, а первым королем, как и наш Гага, был перерожденный человек с земли. Тайна, которую Кайн собирался держать в секрете, стала доступна, впрочем, переживать повода нет. Король, как и отец мальчика, да и остальные люди в комнате, не будут рассказывать всему миру о новом, по сути, почти боге, поскольку сам Кайн попросил держать его тайну за зубами. Иначе он бы лишился обычной мирной жизни, а Гага хочет насладиться всем по полной. Кудачи же все приняли просьбу Кайна за приказ, поэтому мальчика отпустили жить дальше, как ни в чем не бывало, и герой тут же вернулся к воплощению своей мечты – стать авантюристом. В гильдии прошло заполнение бумажек, первая встреча с высокими рангами, а начальное задание на гоблинов, как хороший буст для старта, было выполнено в команде с Тифаной, что позволило Кайну выделиться на фоне остальных приключенцев, и того пригласили на аудиенцию в кабинет главы, где, дожидаясь его прихода, Гагашке пришлось выслушивать мерзкие крики завидующего мужика. Благо, он быстро прекратил шуметь, как в комнату зашел начальник, брат Тифаны, и не успел еще Кайн посидеть на нижних рангах, как его незаметно переместили в золотой состав гильдии. Однако, на небесах его поднятия у ранга рада недостаточно, да, человек, получивший их благословение, бесспорно растет, но этого не хватит для скорой встречи с готовым пробудиться в любую минуту павшим злодеем. К счастью, на земле Кайн уже поступает в школу, а значит, пора ему встретиться с учителем, который сможет вывести силу главного героя на новый уровень. И, пробравшись в голову Кайну, благодаря телепатии, парень вышел на встречу с тем самым мастером, первым королем континента Юей Хиросавой. Он такой же, прибывший с земли человек, а сейчас Хиросава стал богом и сделал себе отдельное измерение, куда направил себя с Кайном на длинную тренировку, чтобы противостоять падшему божеству развлечений Аарону. Он 300 лет назад устроил королевскую битву между всеми людьми, а на данный момент чары, сдерживающие его магию, ослабли. Поэтому Хиросава устроил Кайну испытание в мире, где один год равен одному дню в реальности, и понеслась. Несколько лет путешествий, дуэли, сильнейшими дружбы с какими-то созданиями, и вот, окончив достойно задания первого попаданца, Хиросава напоследок раскрыл гостю земли тайну о родителях главного героя. Они тоже, как ее и Хиросава, были перенесены сюда 300 лет назад, и тут же и погибли, никогда при этом не забывая о сыне, который, выйдя из иллюзорного пространства, воодушевился защитой оставшихся близких людей. А защищать придется многих, потому что подружиться Кайн успел с огромным количеством людей, от сверстников до взрослых, и каждого надо в будущем оградить от опасности, исходящей из пробуждаемого Аарона. Власть злодея уже чувствуется издалека, так что времени на размышления, как защитить города людей, почти не осталось. И к удивительному совпадению, когда Кайн проходил уроки призыва в школе, к нему на зов пришел сам Владыка Демонов, и с ним главный герой подружился. Да, Владыка Демонов припал к ногам человека, ведь его статус, походу, вышел на новый уровень полубогов. Само собой, этот титул еще не гарантирует победы со взвышающимся злом, но лишь в сражении можно будет понять, готов ли Кайн защитить этот магический мир. К слову, с этой минуты действия развиваются стремительно. Нападение приспешников Аарона пришло в действие, на защиту городов были установлены группа вантеристов и союзники Кайна, а сам Гагай полетел на мид, чтобы один на один встретиться с Аароном в теле дракона, что замечательно, поскольку падший бог будет биться не в полную силу. Однако, даже с учетом потолка способностей, Кайну не удается уничтожить противника одним ударом. Сопротивление оказывается колоссальным, и только когда герой вошел в режим перегрузки, на момент став равен по силе настоящим богам, он стер с лица планеты Черного Дракона и личности Аарона, и вследствие подарил людям их истинный мир без угрозы уничтожения. Конец. Ну и пару слов напоследок. Аниме «Невообразимые приключения перерожденного дворянина» вышли ужасающе скучными, и беда тут абсолютно во всем. Персонажи. Я был бы рад похвалить парочку личностей за изредка забавные или интересные моменты в аниме, но хвалить я вообще никого не стану, поскольку всех адекватных персонажей затмевают девушки. И если в нормальных аниме девушкам уделяется важный ролик, пытаются раскрыть как личности, и чтобы больше людей поверила в них и полюбила, то здесь почти все аниме-девочки и девушки изображают из себя говорящих болванчиков с функцией громко кричать при виде Кайна. Причем выглядит все это так неестественно, что каждый раз этих криков бросают в дрожь. По сути само существование этих персонажей это выражение неуважения, поскольку минимальной симпатии к женским персонажам нет, а их внешний вид, повторюсь, лишь пугает, потому что внутри они все пустые и бесчеловечные. Мужчины же отчасти получились как обычно, есть рассудительные, есть забавные, есть разные, но это не отменяет факт отвратительной проработки женских героинь. Сюжет. Ну, этот Иси Кай работает по моей самой нелюбимой формуле. Все, аниме после первой же серии скатывается в фэнтези повседневность, где нет хороших персонажей, на которых эта самая повседневность держалась бы. Есть только юморные вставки, разбавляющие медленное поистуание идеальной жизни ГГ, которую скучно смотреть опять же из-за отсутствия в ней каких-то трудностей. И все мы с вами понимаем, что даже у имбалансных героев бывают тяжелые моменты в жизни. А тут этого решили не делать. Ладно, какая видимо разница, если все равно это схавают любители Иси Кая. Нас же не надо кормить качественным контентом, да? Подводя итог, в аниме были местами ходы с любопытными идеями, но они все затмеваются на фоне минусов, по типу раздражающих героев и скучности повествования. Я поставил 4 балла с минусом. Смотреть советую исключительно под еду и желательно на фоне. А на этом у меня на сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр и скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok